Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, самым тяжелым и самым ощутимым на всех потомках от Адама и Евы последствием является болезнь. Болеем все мы, болеют наши родные, близкие, знакомые и дорогие нашему сердцу люди. И это то, о чем напоминает нам сегодняшнее Евангелие, что при любых обстоятельствах по тому, как мы несем последствия первородного греха, мы не должны отчаиваться. Мы не должны унывать. У одного из подвижников благочестия есть прекрасное выражение. Никогда не падайте духом и никогда не давайте падать духом другим. Примером этому является сегодняшнее благовестие от Иоанна, которое отчиталось за Божественной Литургией. В Иерусалиме есть удивительный Дом Милосердия, который назывался Вифизда. Это место, которое имело пять притворов, пять небольших отделений с наполненной водой и один раз в год ангел Господний опускался и возмущал воду. И кто первым входил в эту воду, получал исцеление. И вот возле этого источника, возле этой купели находился некий человек, который 38 лет был болен, и никто не мог ему помочь первым подойти к этому источнику. И вот туда приходит Христос. Он проходит среди больных и подходит к этому несчастному. И спрашивает у него, а что он хочет? И тот говорит, Господи, я хочу быть здоровым, но нет человека, который бы проводил меня, ибо я не могу добраться, потому что мы же понимаем, что происходит, когда только первый может исцелиться. Все сразу ожидают этого возмущения воды, и сразу каждый старается обогнать другого, толкнуть локтем, коленом, но первым попасть и исцелиться. И вот уже 38 лет я лежу здесь, едва поднимаюсь, и нет человека, который бы проводил меня к этой целебной воде. И тут Христос говорит ему, встань, возьми одр твой и ходи. И он почувствовал в себе крепость физической силы, он поднимается, берет свой тяжелый одр, представьте, за 38 лет, это был целый его дом, он взял эту твердую постель и понес, и люди, которые годами, и может быть, некоторое время видели этого несчастного, пришли в ужас, как мог он так, даже не прикоснувшись к воде, исцелиться. Его увидели и фарисеи. Они, законники и исполнители Ветхого Завета, смотрят на него, говорят, почему ты несешь в субботу постель свою, одр, это нельзя же работать в субботу. Вы знаете, что в субботу для иудеев такой строгий день покоя. Даже израильские авиалинии не летают в субботу. Летчики в субботу израильских авиалиний не вылетают. У них день покоя, у них ничего не работает. Работают мигранты, приехавшие для заработка в Иерусалим, в Израиль и так далее. А вот все остальное, все евреи выходят, они посещают синагогу, отдыхают, ходят, совершают покой. Больше того, даже есть такие правила, что в новых домах у иудеев есть такие высотные дома, как у нас, у них есть лифты. А так как нельзя нажимать даже кнопку на лифт в субботу, это день покоя, у них есть режим субботнего работы, субботней работы лифта. То есть, она, этот лифт останавливается на каждом этаже. И они понимают, что просто нельзя ничего делать, и поэтому они спокойно терпят, даже если надо подняться на 12, останавливаясь на каждом. Вот день покоя. И вдруг человек несет постель, разве ты не знаешь, что в субботу ничего нельзя делать? Ты почему? Взял и понес. А ему он отвечает, что я не знаю, человек, который подошел ко мне, сказал взять, я вот несусь здоров. Кто этот человек? Почему он так сказал? Он нарушитель субботы. И потом он встречает этого человека в храме. И подходит к нему Иисус и говорит, ты стал здоров? Так вот иди теперь. И больше не согрешай впредь, чтобы не случилось с тобой чего горше. Вот это удивительное чудо, которое сотворил Христос, еще раз открывает нам удивительное напоминание о нашем терпении. Мы хотим сразу выздороветь. Мы хотим сразу принять такие лекарства, которые завтра сделали бы нас снова здоровыми. Больной лежал 38 лет и не роптал, и знал, что человека такого нет, который бы мне поможет. Но есть Бог. И Евангелие сегодня говорит нам, что кроме человеческой помощи мы прежде всего должны уповать на помощь Бога, Его молить, Его просить и пред Ним каяться, чтобы по грехам нашим, за которые мы и болеем, получить исцеление и избавление от недугов своих. Если мы вспомним примеры страданий, то сегодня церковь прославляет еще одного удивительного святого, святого праведного Иова, многострадального. Кто не читал эту книгу, я советую вам обязательно почитать ее. Книга эта находится в Священном Писании Библии. Она так и называется, книга Иов. И вот эта книга рассказывает о человеке, который не только все потерял, материальное, и был очень болен, но никогда не роптал, а говорил, Бог дал, Бог взял. Дал материальное богатство, Он и взял. Дал мне здоровье Бог, и взял, и я болею, и страдаю, и мучаюсь, но буди имя Господне благословенно отныне и до века. И в конце этой книги описывается, как был вознагражден за свое терпение святой праведный Иов и возвращением ему здоровья и материального благополучия. Сегодня мне хотелось бы привести вам рассказ не только из Священного Писания, но и из нашей великой русской литературы. У Ивана Сергеевича Тургенева есть прекрасный рассказ. В его сборнике рассказов «Записки охотника» есть рассказ под названием «Живые мощи». В этом рассказе реальный случай, который совершился с самим Тургеневым, но он подписывает, как некоего барина Петра Петровича, который приехал на охоту со своим другом, и вдруг дождь, плохая погода, куда-то надо укрыться, с охотой не повезло. На следующий день он решил просто погулять. зашел в совершенно такой маленький из прутьев сделанный сарайчик, а когда зашел туда, посмотрел, там кто-то лежит, а на Адре лежала удивительная девушка, звали ее Лукерия. И вот она лежала уже много лет на этом Адре болезни. И он когда посмотрел, думал, кто это, кто-то больной, и ушел, и вдруг она окликнула его, Петр Петрович, останьтесь. Откуда она знает его по имени, подумал этот охотник. И у них получился очень хороший разговор. Она рассказала о том, что она и была та удивительная девушка, которая хорошо пела, замечательно танцевала. И оказывается, у них были совместные мероприятия, на которых он тоже присутствовал, и она им очень нравилась. Она очень нравилась Петру Петровичу. А затем он уехал. Она встретила другого человека, которого не любила. И вот, выходя со своего дома, она споткнулась. И ее постигла страшная болезнь. Внезапно! И вот уже много лет она лежит в этой светелке и Бога благодарит за все. Случаи, которые она рассказала Петру Петровичу, поражают глубокой верой, глубоким упованием на Бога, а самое главное, смиренным терпением всех скорбей и болезней, которые посылает Бог. Она рассказала о том, как иногда она слышит колокольный звон. И это словно знак с неба, что Бог не забыл ее. Она говорит о том, что есть гораздо больше людей слепых, увеченных, бездомных, которые несут куда более тяжелый крест болезней, чем я. А я лежу, ко мне приходят родные, ко мне приходят знакомые, общаются со мной и еще приносят ей еду. И вот так, не унывая, она уже настолько истощилась, что ее, как пишет автор, бронзовое лицо со стройным носом было похоже на икону, но оно было очень высохшим. И вот этот вид красивой девушки, которая стала похожа скорее на живые мощи, разговаривала с автором этого удивительного рассказа. Она рассказывала о своих снах, она рассказывала о том, что она видела замечательный луг, она видела, как она сама плела себе венок. Она рассказывала Петру Петровичу о том, что как-то она даже увидела, что по этому лугу идет за ней Христос. Он идет и говорит, что ты будешь моей невестой. И я верю в это. Давайте представим себя на месте Лукерии, которая, казалось бы, была красива и здорова, полна сил, желаний и планов. Вдруг споткнулась и стала инвалидом, которая не отчаялась, не унывала, а благодарила Бога, как праведный Иов, многострадальный, и зато сподобилась великой мудрости и, если хотите, святости. Святости она сподобилась потому, что автор рассказывает, что она видела еще во сне своих родителей, которые пришли к ней, об этом она рассказывает охотнику, и поклонились ей. Я спросила, зачем вы кланяетесь? Ведь родители являют перед своими детьми великую честь. Зачем вы поклоняетесь мне? А они сказали, ты своим терпением не только свои грехи искупила, но и наши. То есть страданием и терпением она искупила свои грехи. И даже священник, который, как она рассказывала, который приходил к ней, чтобы исповедать ее, он говорил, да мне тебе лукерия уже исповедать-то не в чем. У тебя грехов-то уже нет. Ты только лежишь и никаких грехов не делаешь. Она нет, батюшка, у меня есть еще грехи мысленные, в которых я хочу исповедаться и хочу причаститься. Дорогие мои, пусть наша великая русская литература, наше священное писание будет нам назиданием в жизни. Как писал Федор Михайлович Достоевский, читайте, читайте хорошие книги, и жизнь сама сделает остальное. Мне хотелось бы лишь напомнить вам о тех словах, которые были сказаны выше. Давайте и мы, дорогие братья и сестры, никогда ни в болезнях, ни в страданиях не отчаиваться. Если мы заболеваем, мы в первую очередь давайте притекать к таинству покаяния. У нас есть еще удивительное таинство елеопомазывания, соборования. Ведь именно об этом говорит апостол Иаков. Если кто болен из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, и они помолятся, и молитва веры исцелит болящего. И если содеял какие грехи, простятся ему, и правильно поступают те из вас, которые при болезни приступают к таинству елеосвящения, соборованию, а не те, которые думают это таинство только перед смертью. Кроме этого, у нас есть величайшее таинство, исцеляющее нас, святое божественное причащение. Когда священник, преподавая нам часть тела и крови нашего Спасителя, говорит, причащается раб Божий или раба Божия во исцеление души и тела и в жизнь вечную. И если мы будем притекать к этим удивительным таинством, то мы будем получать по вере своей исцеление и от своих телесных недугов. Если бы многие те, которые умерли и не притекали к этим таинствам, к ним прибегали, может быть, они были живы и были бы среди нас, но так как они уповали только на лекарства и врачей и оставляли помощь Божию, наверное, поэтому многих и нет среди нас. А мы же с вами, дорогие, будем в первую очередь искать помощь от Господа. Ведь именно к этому зовет нас Священное Писание. Помощь моя от Бога, сотворшего неба и землю. Вот от Него и будем искать помощи. И в самую трудную ситуацию нашей жизни, вспоминая о расслабленном, к которому в свое время пришел Христос, будем помнить, что в свое время придет и к нам Господь и исцелит нас. А потому не будем никогда отчаиваться и никогда не будем давать повода к отчаянию других. Аминь. Аминь.